Привет, мои сладкие, привет, мои хорошенькие, привет, с вами снова я, Тихо Надя, и даже не знаю, будут вам интересны такие видео или нет, но мне почему-то захотелось начать снимать видео с покупками из Викспресса, потому что они вроде бы интересны на YouTube, и я сама обожаю такие видео, просто практически каждый день ищу что-нибудь новое, интересное, потому что в каждых городах разное что-то предоставляет эта сеть магазинов, вот, и особенно я, в принципе, по скотчам, но об этом позже я расскажу, вот, и, не знаю, такие видео мне кажутся какими-то такими очень семейными, уютными, и каждый делится своим мнением то, что доступно каждому, вот, и как-то решила, тоже делиться, вот, со своими впечатлениями с вами, и надеюсь, вам будет это интересно. Итак, прежде всего хочу начать, вот такие вот печеньки, Тимми, называется печенье-сэндвич, сухре-желе, клубника-банан от фирмы Конти, в принципе, у фирмы Конти вообще вкусные конфеты бывают, и печеньки тоже самые разные. И вот раз прошу взять вот такие вот на пробу, если честно, я никогда не видела именно вот такие вот печеньки, чтобы было суфре-желе и клубника-банан, да, очень интересно, и я думаю, к чаю будет очень вкусно. Теперь хочу перейти вот к косметической части, это покупки моей мамы, но я у неё тоже, так, потаскаю, попробую, что у нас здесь интересного, потому что очень было интересно попробовать вообще вот эту серию, которую вообще все хвалят на YouTube, вот, её к нам только вот вчера завезли, её, потому что у остальных городов уже давно, она как бы есть, и более месяца, ну, с начала года где-то я видела видеоролики, где многие девушки и блогеры, они тестировали разные скрабы, крема и так далее, а к нам только-только поступила, вот, и мама сразу же себе взяла вот такую вот баночку, это у нас фидокосметик, народные рецепты, антисолитный лимонно-солевой моделирующий скраб для тела. Написано, что он на горчичном масле с лимоном, соком и мёдом, баночка такая увесистая, пахнет довольно вкусно, но немножко непонятно, потому что вроде бы не лимоном пахнет, а скорее больше мёдом, вот такой вот он, весь жидкий, да, и как раз-таки прям вот хочется с рёдами пользоваться, потому что очень приятный на вид и по ощущениям, в принципе, у него не такой сильный сам скраб, то есть он не будет сильно тереть кожу. Сразу хочу отметить то, что здесь отвратительные крышки, во-первых, потому что они не закручиваются, они открываются так, здесь нужно сломать вот в этом месте кусочек, да, специальный, который на таких, на перфорации, да, вот, и потом открывается вот эта крышечка. Этот крем безумно вкусно пахнет даже, не знаю чем, но просто вот косметический такой запах, безумно-безумно вкусный. И опять же, нужно приложить усилия, чтобы просто вот так вот её захлопнуть, и если крем будет стоять вот так, или как-то лежать, да, то он, конечно же, вытечет, поэтому лучше все баночки хренись стоя, и чем удобно, и единственное, это то, что они вот так вот друг на друга прям вот становятся, как будто бы и созданы для этого. Это у нас крем для тела рук, без ГМО-парабинов написано, но не знаю, насколько это правда, конечно. Здесь у нас масло миндаля, экстраэктеры, ромашки, алоэ, он омолаживает и препятствует преждевременному солению кожи. Мы вообще очень любим крема для рук, и думаю, что этот крем, в принципе, должен быть нормальным. Но, как по мне, хочу даже взять его вот так, он очень-очень такой плотный, и, в принципе, очень приятный. Чувствуется, что здесь много масла, чувствуется, что он такой питательный. Ну, насколько я понимаю, он больше увлажняющий, да, здесь не написано это. Да, питает и увлажняет, и у меня вот после него прям вот какая-то свежесть такая на руках, очень нравится, но насколько правдивы его действия. Ну, по крайней мере, что должен делать крем, это увлажнять и питать. Всё остальное уже как-то такие мелкие вещи, на которые не особо стоит обращать внимание и ожидать их, потому что, если нужен крем для рук, значит, руки сухие, да, требуются увлажнения. И вот, так что, такой крем вполне себе нормальный, тем более, за такую цену, смешно, 55 рублей, за такую большую баночку, мне кажется, здесь больше крема, чем в тюбике обычном. Ну, и последнее, косметическое, это холодный парафин для рук, витамины А, Е, Ф, натуральные масла и эфирные масла. Когда мы открываем, мы видим, что здесь вот такая вот сплошная масляная масса, и она очень приятно пахнет. Сейчас только крем нанесла, поэтому не хочу ещё добавлять, она часы, и она будет жирно. Также здесь у нас сказано, что это серия SPA, Hand Relax. Во-первых, у нас здесь масло криты, оливки, миндаля. Они интенсивно питают, смягчают кожу, способствуют разглаживанию мелких морщинок. Также оказывают укрепляющие действия на ногти, предотвращая ломкость, смягчаясь в кутикулу. Вот, наверное, я буду брать для кутикулы, потому что у меня вечная проблема с ней, она безумно сильно сохнет у меня. И я просто не знаю, что с ней делать, масла никакие не помогают. Может быть, вот это будет помогать, и как-то будет полегче. И, кстати, да, те, кто уже пользовался, пожалуйста, расскажите обязательно, как вам эти продукты. Вообще пошли они, нормально или нет. Вот, потому что очень интересно. Итак, перехожу сразу к моноподу, который очень давно хотела, тоже у всех видела. Очень он удобный, маленький такой, вот в сумке можно носить. У него здесь кнопка есть, и есть проводочек, который помогает без дополнительных рук, да, и без кого-то фотографировать самого себя, чтобы мне нужно было вытягивать вторую руку. Так вот, он открывается довольно легко. Здесь вот эта вот пипочка, так я её называю, которая держит телефон, и довольно крепко она его держит. У меня были сомнения, что всё-таки мой телефон отсюда вылетит, но этого не произошло, потому что он сел накрепко. Вот, и то, что вот это вот сгибается-разгибается, это очень удобно, я считаю. И ещё пока не видела ни у одного монопода, такого даже в магазине, мы видим, например, чтобы вот так вот сгибалась вот эта вот часть, удобно, и складывалась в такую вот маленькую палочку. Там было много разных оттенков, я взяла, конечно же, голубой, потому что мой любимый цвет. Вот, и голубой с белым очень красиво сочетается. И здесь сзади есть инструкция. Также написано, что 70 сантиметров длиною он, то есть не такой длинный, как мой, например, который я покупала в МВидео. И это намного лучше, потому что я не хотела супер какую-то длинную палку, и хотелось как-то вот для домашних таких видео или просто фото какую-нибудь не особо длинную, как я уже сказала. Так что вот такой вот монопод. Очень удобный, очень приятный, красивый. У него очень приятная вот эта резина в руке. Она не скользит, она не какая-нибудь там сильно жёсткая или сильно мягкая. Такая приятная в руке, хорошо лежит. И вот эта вот кнопка, она легко нажимается. И всё работает. Да, я думала, что, возможно, к моему телефону не пойдёт. Но всё нормально, без проблем. За счётной покупкой был вот этот вот билет, на котором я сейчас снимаю. Такой вот очень мягкий, беленький, с сердечками разными. На фоне. Но единственное, что нужно его, наверное, постирать. Хотя для фотографии я его брала именно. И нет нужды в том, чтобы его прям сразу постирать. Потому что спать я на нём не буду. Я делала себе, кстати, на подушке такие чехлы. Вот. И, в принципе, этот билет не нуждается в этом. Поэтому он только чистый для фотографий и для видео. Вот. Кстати, скажите, как вам такой фон? Светлый. И мне кажется, очень классно. Вот. И давайте перейдём к последнему. И самому такому, чего я ждала, или чего вообще были покупки. Это скотчи. Был ещё четвёртый набор, но у меня, к сожалению, не хватило денег. Я очень сильно его хотела, но в следующий раз здесь он останется. Итак, открываем первый набор. Здесь вот специально отрезала, чтобы не нужно было мучиться, вскрывать их. Вот они, мои красавцы. Просто не могу оторвать глаз. Они безумно красивые. И, с одной стороны, кажется, что они все одинаковые, но нет. Они абсолютно разные. У них разные оттенки, разные узоры, разные текстуры даже, да, так можно сказать. Какие-то узорчатые, какие-то шершавые, потому что очень много на них шиммера. Какие-то глянцевые, с шершавой вот этой вставкой. Какие-то похожи вообще на что-то морозное, даже как вот этот голубой скотч. Тоже очень красивый. Посмотрите, какая красота. Просто прелесть, я не знаю. Здесь в каждом скотче четыре намотки. И вообще, я очень люблю вот эту серию их скотчей блестящих. Мне кажется, никакие другие мне не надо выпускать. Просто пусть почаще выпускают вот такие вот разные. И считаю, что самое главное, им надо добавить оттенки. А то получается, что они выпускают только голубые, синие, зелёные, красные и золотые. Иногда серебряные. Вот. И в этот раз был вот такой вот интересный оттенок. Это вроде бы и не коричневый, и не красный, и он, скорее всего, медный. Вот. И он вот так вот очень красиво тоже переливается. Просто потрясающий. У меня есть почти все скотчи из этой серии. Но единственное, что я пропустила один новогодний набор, где голубой был в виде русалки, кажется. Чешуйки такие. Вот я безумно его хотела. Там в этом наборе был золотой, очень красивый. И как-то получилось так, что я прошла мимо. Так что вот такое вот новое прибытие в моей коллекции скотчей. Надеюсь, что в скором времени я найду где их хранить более-менее красиво, чтобы показать вам всю свою коллекцию. Вот. Будете в шоке, конечно, но мне до сих пор этого мало, потому что это всё используется, отсылается, пересылается, и каждый раз что-то новое, интересное. И вот такая вот у меня страсть к коллекционированию вот таких вот милых маленьких скотчей. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.